Владимир Анатольевич Ну, во-первых, я хочу разочаровать, я скажу откровенно, я как бы читал эти материалы, читал их и в Телеграме, и в других ресурсах, и, скажем так, и частные беседы у меня были на эту тему. Ну, во-первых, хочется разочаровать в чем? Потому что АТО-то в принципе не голосовалось. Само АТО принимал Турчинов, когда он уже исполнял обязанности президента Украины. Да, и следующий момент, который, скажем так, меня закидывает, это в том, что я голосовал за Турчинова, и, знаете, вот я вот, когда с такими людьми общаюсь, я спрашиваю, сколько раз я голосовал за Турчинова. И тут люди начинают немножко, на самом-то деле, за Турчинова же было, на самом-то деле, два раза голосовали, чего тогда не обвиняют в полном, как говорится, в пакете. А Турчинова история была такая, что первый раз его голосовали, я боюсь сейчас ошибиться по датам, по-моему, 22 февраля, но в принципе это все можно посмотреть, я сейчас к этому приду. За него голосовали, как за спикера парламента. А второе голосование, о котором я когда-то спрашиваю, что я имею в виду, это уже на следующий день его голосовали, как исполняющего обязанности Украины. Президент Украины. Да, да, президент Украины, исполняющего обязанности Украины. Так вы знаете, меня в этом плане, вот что поражает, есть до сих пор кучу людей в свободном доступе, люди могут зайти посмотреть, даже на украинской сайте, на украинской Верховной Рады, эти данные до сих пор, как говорится, никуда не делись. Можно посмотреть, кто как голосовал и кто был зарегистрирован в письме. Во-первых, можно посмотреть, что там все фракции, там 32 человека тогда была фракция, но точно было меньше половин. Фактически там было, ну как это тогда было модно называть, Кнапка Давса, тогда это так называли. По сути дела, если даже не брать меня, но на тот период Петр Николаевич Симоненко, его в Верховной Раде точно не было, и все об этом знают. Он там почему-то отмечен, как проголосован, потому что голосовали карточки. Вот если посмотреть карточку, то да, карточка проголосовала. Но если посмотреть письменную регистрацию, если посмотреть видео, у меня там объективно не было. И я, в принципе, даже знаю человека, который там за меня вставлял эту карточку, наживал кнопку, но об этом мы поговорим отдельно. Я понимаю, в какой ситуации были тогда те депутаты Верховной Рады, которые были во фракции коммунистов, когда проходило это голосование. Давайте не будем забывать, что тот день, когда, может быть, полностью шуфрича на Майдан, когда фактически в Верховной Раде были вооруженные, я даже не скажу, люди, нацисты. Даже общаясь с такими людьми, они были под жестким преследом, в том числе и физическим. Грубо говоря, их заставили. Да, грубо говоря, их заставили. Поэтому я не готов кого-то упрекать с той точки зрения, что я не был тогда в Верховной Раде, я не был на его месте. То есть, если бы это было, что-то там сделал по-другому, может быть, я бы имел право. Но я не был на месте того человека, который там нажимал эту кнопку. Кстати, на видео, это даже есть видео, где это видно. Да, но я не буду упоминать его имени и фамилии, потому что я его считаю нормальным человеком, вообще-то по жизни. И он сейчас все-таки там живет, на той стороне, не дончанин. Вот. И было же еще и второе голосование. Второе голосование, почему-то про которое не говорят. А тогда я уже был на следующий день, когда Турчинов голосовалась как исполняющая обязанности президента. Когда уже, ну, если так можно сказать, стихла какая-то в Анканале, тогда больше была фракция. И, что примечательно, тогда вся фракция коммунистов не проголосовала, она не проголосовала за назначение Турчинова на эту должность. Почему-то это никто не упоминает. То есть, а тогда это тоже было, скажем так, несмотря на то, что эти нацисты вышли там, в Верховной Раде отступили. Вот. То тогда уже и фракция собралась, и мы просто не голосовали за назначение Турчинова на исполняющие обязанности. И, кстати, я хочу сказать, что меня больше всего убивает в этой ситуации с первым голосованием Турчинова на спикера Верховной Рады. Вот я знаю точно, что не было Баландина, не было Гончарова, это слуганский депутат. Мы тогда все находились, скажем так, в одном месте и смотрели это голосование по телевизору. И многих других людей, как я уже сказал, не было. Это все отображено даже в письменной регистрации. В чем отличается? Капочка, она может из-за тебя проголосовать. В письменной регистрации, где человек ставит свою подпись. Вместо того, чтобы поднимать вопрос о том, о легитимности этого голосования, потому что по факту такие вопросы ставят под вопрос легитимности вообще-то в целом. Ну, по крайней мере, на тот период власти Украины, я имею в виду Турчинова и так далее, и так далее, назначения других там, другие назначения. Вот. Может быть, лучше было бы ставить эти вопросы, вместо того, чтобы там, честно говоря, я считаю, обливать всякую грязь, и приписывать то, чего я уж точно не делал. Наверное, мы разочаруем тех, кто пытается искать бесполезно там черную кошку в темной комнате, особенно если там, где ее нет. Спикер парламента ДНР Владимир Бедевка не голосовал за АТО и фактически не выбирал Турчинова. И более того, все украинские власти, руководители после незаконного переворота 2014 года фактически являются нелегитимными. Это и подтверждают слова, ваши слова. Турчинов исполнил Украину, в общем-то, ну, а вы оказались в Донбассе, в Донецке. Ваша связь с этой землей, и почему так, почему вы, в отличие от многих ваших коллег, которые предпочли комфорт, какие-то более условия, да, предпочли вообще дистанцироваться от сопротивления, от конфликта, вы вернулись сюда? Я сейчас не хочу пафосных слов говорить, ну, во-первых, все-таки здесь дом, семья, и как бы я никогда не хотел уезжать из Донбасса, там, даже мы в Верховной Раде-то работали, мы же там две недели там, две недели, грубо говоря, там дома, ну, на округе, но округ-то у меня здесь был, вот, конечно же, здесь у меня моя семья была. Следующий момент, потому что ты понимаешь, ты видишь эту вакханалию, которая творится, и ты ее видишь вот непосредственно. Я, может быть, сейчас не к теме, но мы заговорили за вакханалию, я вот вспомнил один случай. Был январь месяц, а тогда был январь месяц очень холодный, и, как мы тогда называли, наши пошли в интернаступление. Я имею в виду Беркут, внутренние войска, и они отогнали под так называемое правительство на квартала вот нациков, и я буду говорить, как тогда вот мы называли это все там своими словами. Мы стояли на балконе в гостинице, мы жили в гостинице Киев с коллегами, и, как мы говорили, там человек 30-40 вели пленных. Вот, ну, и будем говорить, как есть, там же Беркут тоже был отчасти обозлен, потому что их реально кидали и жгли, их реально стреляли с огнестрельного оружия, не только с травматического, хотя у самого Беркута и внутренних войск не было, были только с резиновыми пулями. И шел один белокурый парень по пояс раздетый, ну, чтобы вы понимали, тогда больше 18 градусов мороза точно было, но я помню, тут январь был очень холодный. И когда там его, вот они сели, и один Беркута подошел и дунул его ботинком, говорит, ты, говорит, мразь, что ты творишь? А поэтому парню было видно, что он как будто бы проснулся и вернулся в этот мир. Он реально не понимал, что он творит. Я думаю, скорее всего, это наркота была, потому что, как вам сказать, по нему было видно, что это у него было, как говорится, не какое-то притворное, это не я, это там я что-то не делал. Он просто первое время не мог понять, где он находится. То есть, где он находится, что он делает. Да, и будем говорить, так, в своем уме, ну, ты бы, так, в атаку, там, или как это что-то, если это можно назвать, там, при таком морозе, как бы, там, полуголый тоже, как говорится, не бегал. Но это к чему? То есть, в Киеве достаточно было сильно тогда вакханали, и я вам скажу откровенно, что и домой-то вырваться было тоже не очень просто. Потому что тогда у них стояли, я не знаю, как это, блокпосты, вот, где у них были списки депутатов. Списки депутатов, они стояли, ЖД вокзал, аэропорт, ну, всех, где это. Я даже знаю примеры регионалов, которые там возвращали, я даже знаю историю, как рассказывали, по-моему, близнюк поехал в аэропорт, а его там на въезде в аэропорт, это тормознули, и всех обратно, чтобы же голосовали в Верховной Раде. Поэтому, ну, мне, я не буду говорить, кто из людей помог, я выбирался, как говорится, через железную дорогу. Ну, тоже это произошло не сразу, был уже март, то есть, несколько недель пришлось как бы в этой вакханалии побыть. И здесь не скажешь о том, что выбирал, не выбирал, там, комфортно жить, некомфортно. По сути дела, здесь же был Донецкий обкомком партии, где я тогда работал. Вот, то есть, тоже надеялись на продолжение какой-то борьбы, но я скажу откровенно, тогда еще казалось, что она будет все-таки протекать в каком-то более-менее политическом плане. Ну, тяжело себе было представить, что там в феврале, в марте, даже в среде этого вакханалии, что власть пойдет на такое. То есть, в короче, ну, я, может быть, ошибаюсь, может быть, другие люди там думали по-другому, но для меня, как бы, ну, я не думал, что дойдет, как говорится, до такого. И, знаете, самый переломный момент для меня стал все-таки, даже, пусть меня простят люди, даже не Славянск, а Одесса. Вот, Одесса, это Дом профсоюзов, вот, это ужасная трагедия. И здесь же тоже же мы проводили, и коммунисты, и палатки держали, охраняли Ленина. Вот, более того, я хочу вам сказать, без всякого там хвастовства, это бюллетени-то печатали на резонтах, которые брали в обхоме, в Донецком обхоме Компартии на тот период. То есть, здесь тоже надо было кому-то быть. И плюс, следующий момент, я же был вторым секретарем Донецкого обхома Компартии, и в определенный момент, я не хочу сильно там влюбляться в эту тему, то есть, я здесь остался, как бы, за главным. Для меня тогда было напряженное, динамическое время, когда часто приходилось, наверное, принимать решения, когда в мирное время это казалось, что, блин, не может быть. Вы остались в Донецке, местные, местные коммунисты, люди разных взглядов, те, кто решили сопротивляться перевороту. Но посмотрите руководители тех структур, общеукраинского масштаба. Их позиция, я честно не побоюсь этого говорить, выглядит как предательство откровенное. Это касается и Симоненко, и Мороза. Никакого сопротивления полноценного не было в этой хунте. Более того, и факты говорят о том, что имеет место быть сговор, соглашательство, некие гарантии физической неприкосновенности, сохранение в обмен на то, что закрывает глаза на то, что происходит. Почему я сказал, что я не осуждаю многих ребят, которые там были в Верховной Раде и даже голосовали. Представьте себе ситуацию. Фракция Компартии Украины всегда была очень дисциплинирована. Понятно, что голосование, это не только во фракции согласовывалось Компартия Украины. В других фракциях было то же самое, в принципе. Всегда смотрели на командиров, всегда давали вводные, и всегда все было четко скрединено. Я не говорю, кстати, сейчас, что это плохо. Это хорошо. Такой уровень организации, это есть, в чем поучиться. Это хороший уровень организации. А теперь представьте себе, когда люди просыпаются, происходит в стране переворот. Я помню, мы тогда вышли из гостиницы Киева, фактически через дорогу от Верховной Рады, и ты вообще ничего не понимаешь, потому что вначале едут автобусы с бойцами, а потом бежит толпа народа. Бежит толпа народа просто всех подряд. Вот они бегут, кто-то кричит, что там постреляли внизу Бергут и ВВС, там от Верховного Рада, туда получается, вниз туда к Майдану. Кто-то говорит, что это. И мне почему, говорю, был тогда Гончаров, вот у меня подбежал тогда Гончаров, он говорит, что ты тут стоишь, как бы сейчас тут толпа раздает. Они там за забор как бы отошли, дальше как бы собирались, понимали, что нацики, почему меня тогда и не было в Верховной Раде, понимали, что нацики окружали этот квартал, а им было важно, им кто-то должен был уважен голосовать в Верховной Раде. И вот, ну я тогда был, скажем так, похудее, да, вот Гончаров всегда был здоровый, Баландин с нами тоже был, тоже парень этот, и еще несколько человек. Я как сейчас помню, мы решили перебираться на другой берег Днепра, Киев же разделен. И вот, кстати, вот даже сейчас вспомнил, знаете, иногда там вспоминаются такие вещи, вот мы прибрались, как выход, там транспорт, естественно, не ходит, все это едет, таксист там на шевальдюшке, вот, и мы залезли к нему в такси, вот, он нас привез, мы, сколько с нас, он говорит, по счетчику, вот, мы говорим, слушай, ну мы тебе тут чуть ли машину, как говорится, не сломали, вот, вот, и что меня вот поразило, почему я вот вспомнил доброго своего человека, он говорит, мужики, не издевайся, по счетчику, при этом разговаривали мы с этим там на русском, на самом деле, это сейчас там вакханали, это я к чему говорю, мало того, что вот этот переворот, а потом еще и выясняется, что, а командования твоего на месте нет, вот, ну, дальше что, там, какие угодно, звонили не только мне и Баландину, и Гончарову, чтобы мы тогда все-таки проехали, прорвались вверху, но мы радуют, тогда, когда за Турчинова первое было голосование, вот это первый день, гейт, тогда и Гончарову нужно отдать ему долго, они сказали, слушайте, ну, вы же помните, с каких-то моих областей, нам же, как бы, такого не простят, и я при этом хочу сказать откровенно, дело же не в Януковичном, что тогда снимали Януковича, для меня, как бы, по Януковичу на тот период, там, сразу, кстати, опять же говорю, я не гоносовал там за его снятие, но, в принципе, для меня это вопрос, там, не очень-то принципиально, это президент, который для меня тогда сбежал, то есть, ну, извините, он сделал свой выбор, почему кто-то должен, из-за него в пустую рисковать на тот период своей жизни, тогда, почему я и сказал, что можете посмотреть, Симоненко, и многих тогда уже в Верховной Раде их не было, но, тем не менее, стоит, что они проголосовали, и даже, когда мне говорят, ну, карточка же твоя голосовала, я говорю, слушайте, ну, это все равно, что у вас паспорт украли, на этот паспорт взяли кредит, и, ну, давайте, как бы, расчехляйтесь, не ходите там по судам и доказывайте свою, там, правоту. Здесь, я не знаю, где он тогда был, здесь он появился со своей свитой где-то в апреле месяце, в апреле месяце он был, у нас там на Хлебодарной тогда был офис, и, ну, жил там, конечно, не в офисе, не знаю, в чем тогда жил, вот, ну, в принципе, базировался там, и, честно говоря, у нас даже были споры, он несколько раз, там, по-моему, раз или два, ну, не мыть, он там приезжал на площадь Ленина, и со многими коммунистами меня обвиняли, я, если честно, хочу, там, вот, мы в обкоме обсуждали, я говорю, я против того, чтобы он наступал на площади, мне говорят, почему? Я говорю, потому что, ну, он выступит, уедет, а нам-то, мы что вместо, мы тут остаемся, что нам потом с этим делать, вот, и даже в мае проводили здесь, вот, в Куйбышевском районе, ДК, съезд проводили, где выдвигали его в президенты, вот, и после того, как здесь стало, будем говорить, так все, жарче, жарче, что же все уехали, ну, те, которые были здесь, с Киева сидели, очень много здесь людей сидело с Киева, они уехали, хотя буквально недавно, они у меня в кабинете, рассказывали, что здесь должен быть как особый коммунистический район, там, в Китае, там, гомендант, все это, а потом опять-таки опять просыпаешься, этих людей нет, то есть, извините, для меня, вот это вот кочевание, от опасности туда, от опасности туда, от опасности туда нет, да, я вам хочу сказать так, я, наверное, здесь тоже не идеальный в этом плане человек, я, да, будем говорить откровенно, я ни одного дня не воевал, поэтому, я всегда преклоняюсь перед бойцами, ополченцами, которые проявили столько мужества, но, тем не менее, как я говорю, на Успенке тоже не стоял, да, я уехал с Киева, который, ну, в принципе, смысл мне там было оставаться, это не мой город, да, когда я приехал домой, но здесь уже дальше, как говорится, моя земля, и дальше, как бы, я, как бы, не собираюсь, здесь моя семья, мой дом, не будем говорить там больших фраз, теперь я, будем говорить, так еще больше здесь запореднился, у меня была такая наивная надежда, потому что, несмотря на то, что был тогда уже депутатом в Верховной Раде должно было быть, наверное, политического опыта побольше, но сейчас я, наверное, скажу, что у меня больше, я почему-то наивный, ожидал, что много, что Верховная Рада было с Донецка, с Востока, вот, для меня кажется, самый оптимальный вариант был бы, это, как говорится, съехаться сюда, и здесь делать альтернативу тоже, Верховная Рада, тем более, это же тогда была легитимность у людей, тот же Ягонякович и все, мне казалось, что, здесь должен быть какой-то, действительно, этот особый район, который бы придал там больше негативности всем движениям, я имею в виду до периода референдума, но, к сожалению, так не произошло, была какая-то попытка вот в Харькове, но в Харькове, если честно, там у меня к этому другое отношение, потому что я считаю, что как бы вот этот съезд, это просто не было там желанием выявить людей, которые там у которых мнение отличается от властей Украины, для меня, поэтому, я считаю, что Харьков все-таки здесь это не показатель, самый большой показатель, в позитивном плане, это Донецк, не базил. Ну, безусловно, на мой взгляд, в Харькове там тенденция главная проявилась, понимаете, там не было желания не то, что выявить лидера, не было желания борьбы, было желание собраться, что-то обсудить, по большому счету, даже какие-то резолюции, которые там были вынесены, они не сыграли никакой роли, они, как вода сквозь песок прошли, и не были ни подхвачены, ни замечены, значит, искусственно и так далее, но, тем не менее, стал Донецк, и теперь у нас другая реальность, уже скоро будет 8 лет, как идет сопротивление, наше сопротивление, все ли делается достаточно, какие есть объективные, субъективные причины, которые мешают к принятию тех законов, которые могут позволить снять и социальную напряженность, и ликвидировать те дыры, да, там, в различных сферах экономики, социальной сфере, медицине и так далее. Очень большая работа, я считаю, была проделана первым созывом, когда заложили вот фундамент законодательства. Да, зачастую мы сейчас эти многие законы переписываем, потому что там многие были украинские нормы, даже казахские, скажу так по секрету, нормы, все это, но тогда хоть какие-то законы надо принимать, было, и тогда, честно говоря, и мы, и исполнительная власть, и глава государства, даже уже говорили, что мы понимаем, что где-то мы принимаем, может быть, не идеальные законы, лучше пусть будет не идеальный закон, чем беззаконие. Сейчас, конечно, это больше всего шлифуется, зачастую переделывается, я хочу сказать, и сейчас очень хорошо, что вот пошел процесс синхронизации законодательства с Луганском, и не только с Луганском, я, к сожалению, сейчас еще, скажем так, пришло время, чтобы останавливаться на подробностях, но я вам хочу сказать, что эти процессы меня радуют, тем более, к этому мы шли давно, я как-то даже говорил в комментариях, еще когда парламент возглавлял Пушилин, первым созови, тогда создавалось договор с Луганском, подписывался, группы создавались, да, какие-то мы законы совместно приняли, но в целом, наверное, может быть, тогда не пришло время, чтобы это вышло на такие рельсы активные, как сейчас. Что сказать в целом про законодательство? Конечно, ну, будет нечестно, если я скажу, что у нас там идеальные законы, конечно, нет, но сегодня мы принимаем те законы, которые, скажем так, можем себе позволить, потому что мы на самом-то деле, ну, казалось бы, что проще, там, прими, там, закон, где будут там больше, больше выплат, больше еще чего-то, и люди там не будут критиковать депутатов или еще кого-то, но нужно понимать, мы-то их можем принять, мы можем принять закон, даже там, я не знаю, по миллиону рублей каждому месяц, но он не будет исполнен, он не будет исполнен в силу непростой экономической ситуации в республике, тех же блокад, той же признанности и многих вопросов. И на самом деле есть много там подводных, бюрократических камней, когда, скажем так, человеку, может быть, этого и не видно, там, я не буду сейчас там те же самые технические реламенты по промышленности добираться, потому что мы тоже часто, и как депутаты, сталкиваемся с тем, что мало закону принять, его еще нужно потом обеспечить выполнение, и, к сожалению, закон, я скажу так, это больше компромисс между желаемым и возможностями. иными словами, получается, синица в руке лучше, чем журавль в небе, это первое, но вы знаете, самое главное, оно вытекает, на самом деле, из достаточно ограниченных возможностей республики, это недовольство, с ним приходится сталкиваться, люди, особенно, особенно ополченцы, особенно пострадавшие в ходе боевых действий, ветераны, инвалиды, они говорят о том, что как раз не работают те законодательные акты в силу ряда причин, о чем и мы говорим с вами. Вопрос в связи с этим следующий, скажите, а существует ли какая-то практика, скажем так, депутатского контроля, сопровождения вот этих и выполнения законодательных актов, и вообще действия властных структур, включая там исполнительную власть и так далее, чтобы все-таки доходило до принятия конкретных решений до помощи людям? Нет, конечно же, мы не работаем, как говорится, обособленно, конечно же, у нас вся работа практически происходит и с правительством, и с главой, и с администрацией главы, и при написании закона, и, скажем так, дальше при их реализации. Конечно, мы отключаем, у нас есть целая комиссия по взаимодействию, где как раз идет речь о том, что вот смотрят, где какой закон работает, или так он работает, или не так. Конечно, пытаются там где-то выправить или исправить ситуацию, потому что, будем говорить, самокритично, бывают и в законах досадные, скажем так, моменты, там где-то неправильная конструкция, или, грубо говоря, ошибка, бывают и в нормативных правовых актах, но я считаю, что это нормально, на самом деле, если присмотреться, это бывает во всех странах, не только в Донецкой Республике, а потом, во-вторых, что все-таки кадры решают все, и мы тоже во многом учимся, да, вот, и эту работу, конечно же, проводим там, где это возможно, но бывают и такие случаи, когда, я не буду приводить сейчас конкретные примеры, чтобы никого нет, когда вот собираемся, мы, допустим, там с министерством, каким-то, мы считаем, что здесь не работает и надо, чтобы здесь работало, а он сидит, да я, говорит, согласен, но, говорит, я не потяну этот момент, там, вот, сейчас, давайте говорить, откровенно, многие обвиняют, у нас был правиль закон, который стал законом о предоставлении льготы погибшего ополченцу, военнослужину с одной из членов семей льготы на коммунальные услуги, а потом нужно сказать, что да, мы урезали, предусмотрели, что эта льгота должна быть на этого человека в рамках, ну, скажем так, объемом выделенных, что я имею ввиду, глупо горы, там, положено, там, человеку 9 кубометров воды, да, вот он 9 кубометров воды там по этой льготе получает, а если он там берет там 12 кубометров воды, то там за 3 уже платят по обычной цене, но это сделано не потому, что там, ну, давайте говорить так, нам было бы проще оставить эту норму, чтобы нас люди не хаяли, да, но это сделано из конкретных экономических там предпосылок показать, потому что каждая льгота, которая существует, за нее должна быть компенсация, иначе предприятия, которые оказывают эти льготы, они умрут, а там же тоже работают люди-то на самом деле, там же тоже работают коммунальщики, там и что, это на самом деле очень связанная система, зачастую очень бывает тяжело и напряженно, когда приходится, фактически, если где-то что-то приходит, давайте, как известно, истинно, то значит, где-то от кого-то это уходит, и здесь нужно всегда соблюдать какой-то баланс, нельзя, чтобы этот баланс нарушался. Проблема обеспечения жильем разных категорий населения, она кричащая, кричит в республике, при всем при этом мы видим, что простаивают огромные площади. Законодательно возможно какие-то прорывные решения, как вам видится, чтобы неиспользуемый жилищный фонд применялся для обеспечения очередников, это и многодетные семьи, это и инвалиды, кто угодно. Даже и те же врачи, потому что очень важно, мы просим, чтобы врачи работали в глубинке, но их там надо чем-то обеспечивать. Вы знаете, вот скажу так, отчасти сейчас этот вопрос решается в рамках маневрованного фонда, мы знаем, видим, что когда-никогда нас все-таки глава государства вручают, ведомства вручают. Да, это капля в море, это капля в море. Но вот сегодня открою секрет, у нас прорабатывается законопроект в том числе и по недостроям, которые, ну, вот эти вот большие недострои, потому что с ними надо что-то делать, потому что еще лет 5-7 и с ними уже ничего нельзя будет сделать, а зачастую его демонтировать, ну, это тоже очень большие деньги. Вот, и в этом направлении идет. Ну, там и с недостроями не очень простой там, скажем так, с юридической точки зрения вопрос. И здесь вот это все, что касается там этой, как говорится, частная собственность, очень такое запутанное. Я приведу самые элементарные примеры, те же вот самые недострои. Там же многие люди были дольщиками, кто-то, допустим, там, примерно, 50% этой квартиры оплатил. Кстати, из них не все как бы уехали, здесь же есть люди и здесь, допустим, заходит инвестор, да, ему надо, естественно, это достроить, да, 50% он оплатил эту квартиру, это считается вот квартира или не считается, да, там, и, а если это считается, откуда вот тогда инвестору брать дополнительную, при чем в том, что у нас же нужно понимать, стоимость на жилье упала, то есть для инвестора это, ну, то ли когда это в Донецке тысячу полторы, даже до полутора тысяч долларов перед войной доходил метр квадратный, то сейчас там в среднем где-то, там, доллара, наверное, 200-250, то есть для инвестора тоже получается, как бы, ну, здесь надо соблюсти вот эти все интересы инвестора, тот, кто часть квартиры выкупил, тот, кто, кому планируется выдать там квартиру, кто там потом будет это покупать, вот, но, кстати, примеры уже есть, там у нас, по-моему, два недостроя уже в Калининском районе достроили, вот, но работа, говорю, в этом направлении идет, но я соглашусь с тем, что, очень слабо идет, я сам знаю очень многих ребят, которые, ну, будем откровенно говорить, не просто воевали, но и стали инвалидами на этой войне и до сих пор либо снимают квартиру, либо живут в общежитии, либо у знакомых, родственников, эта проблема есть, от нее, ну, мы не скажем, что ее нету, это будет, ну, нечестно справедливо. Представители руководства ДНР говорят о том, что цель не скрывается, это еще более интеграция с Российской Федерацией, возвращение, вхождение в состав, не будем скрывать. Скажите, законодательно, мы готовы к этому или же еще предстоит проделать такой серьезный путь? У нас был один период, что мы, скажем так, законодательство, была такая сборная солянка, вот года даже 17-го, где-то 18-го, это еще были процессы, когда Денис Владимирович, Александр Владимирович Захарченко жил, ну, царствие его, небесное, мы начали потихоньку синхронизацию законодательства с Россией, с Российской Федерацией, с Россией, с Россией, проектов закона, берем за основу российскую концепцию, российскую редакцию и очень спорим там, где она отступает от этой. Ну, я хочу, кстати, при этом сказать, что очень неправильно говорить о том, что взяли закон, поменяли реф на ДНР или любое. Если люди с этим столкнутся, ну, поймут, что это далеко не так. На самом деле, в этой рамке очень тяжело работать. Почему? Потому что, а, в России, понятно, что федеративная система, вот есть федеральный закон, который вот мы там, допустим, берем за основу. Я сейчас отбрасываю, что вот то, что Россия, это страна с другими возможностями. Есть ряд законов, которые, ну, просто не можем себе их позволить. Создать столько реестров, сколько в России. А это вот, часто вот говорят, там, об очередях, об это все. Это на самом деле очень сложные вопросы, я имею в виду, там, в разные вопросы. Потому что в России зачастую там, некоторые, скажем так, направления, там, несколько или несколько у них по этому реестров. А эти реестры, это электронная база данных, это зачастую даже защищены авторским правом эти данные. То есть, на самом деле, это очень дорогой вопрос. Вот почему это? То есть, многие законы в России, мы, ну, к сожалению, на этом этапе мы даже себе не можем позволить. И плюс следующий момент. В России федеративно, вот, законодательство, есть федеральный закон, а дальше, вот, скажем так, вот, в регионах России, они его, грубо говоря, ну, как же было бы доступнее, как уточняют своими, своими нормами. Поэтому там, каждому региону, тоже есть свои отличия. Вот фактически и у нас-то, и у нас так, но я вам хочу сказать, последние несколько лет мы очень целенаправленно пытаемся синхронизировать, может быть, быть похожим на российское законодательство. Я надеюсь, что это нам впоследствии упростит жизнь. Нам что делать-то с такой Украиной? Вы знаете, вопрос не праздный, потому что поколения растут, которым ненависть буквально вот как с молоком матери. Вот поэтому я считаю, что мы не имеем права, я имею в виду мы, сейчас я, может быть, скажу слишком громко, в том числе и Россию, я считаю, мы не имеем права отпускать Украину. Если мы сегодня это сделаем, я сейчас, может быть, скажу крамольные вещи, и так, почему многие позиции на Украине потеряли. Вот мы с вами часто говорим за войну, то, что сейчас происходит. Но ведь если бы не многие ошибки, если бы немногие, скажем так, недочеты, это же войны могло бы и не быть. Задолго до войны здесь проводились ряда учений, задолго до войны здесь проводились путешествия, факельные, вернее, их пытались проводить, но, скажем так, активисты их это. И давайте говорить откровенно, я считаю, что, может быть, тогда, если бы люди более массово на это все реагировали со своим негативом, то действительно, может быть, войны бы и не было, может быть, вообще как-то это все бы переломилось. Потому что я хорошо помню, как в году, по-моему, 13-е, ну, 12-е, 13-е точно, приезжал на завод в Буденновском районе, завод изоляции, туда приезжал бывший посол Джон Тесс американский, вот, и они проводили целые уроки, ну, в этот, в тот раз они пытались провести, потому что им сорвали, кстати, срывали, похвастаюсь там, наши ребята, которые рецепт, вот, но они проводили целые уроки среди блогеров, среди лидеров, там, массовых акций на улицах и тому подобное, то есть, эта работа шла очень целенаправленно. С другой стороны, я вам хочу сказать, я, может быть, сейчас скажу очень кромольную мысль, но, если бы война не началась, допустим, в 2014 году, началась бы на, ну, война, я имею в виду, Майдан, все вот это, общие составляющие, а лет через 10, то не факт, как бы она обернулась, не факт, какова была бы здесь судьба русского мира. Противник бы был подготовлен, нафарширован по полной. Они вели очень массовую работу со знанием. Давайте говорить откровенно, и в Донецке жили на тот период, даже когда Янукович, разные были президенты, там, Кучма, Янукович, там, я беру там специально с Востока, потому что, я скажу откровенно, я считаю, что каждый президент с Востока, он кинул в Восток. Вот. Все больше и больше было украиноязычных школ, даже вопреки желаниям родителей, там, то есть, вопреки желаниям, там, учеников, там, культурные заведения переводились. Я вот помню, там, тяжело было посмотреть спектакль на русском языке, там, у нас, перед войной, на самом деле, пусть люди вспомнят, сколько там начали, там, спектакль, все русское, русского языка, там, ну, фактически, и, и, искоренялся. Это делалось в насильственной форме, это делалось в том, здесь, насильственной форме, когда, блин, при власти были люди с Востока, и вот, что самое страшное, поэтому, вот, каково было бы сознание людей, там, через 10-15 лет, это был бы еще большой вопрос. Иной раз мне кажется, что нам вот в Донецке необходимо принять закон о том, что хватит жить в прошлом, да, необходимо жить в настоящем и в будущем. Почему, я поясню, да, вот это разочарование в ситуации, вот эта постоянная ностальгия по той сытой, тихой жизни, когда не стреляют, когда можно свободно передвигаться, брать кредиты и так далее, оно настолько превалирует, да, что люди, ну, как бы перестают ощущать реальность. Слушайте, ну, никогда уже не будет той Украины. Ну, не будет кровь. Вот этот поток, да, ров крови, который разделяет. Вот как вы считаете? Ее, я считаю, что реально не будет, я больше, вот хочу сказать, я считаю, что Украина как государство, даже если посмотреть там по ученику, его уже нет, его уже нет как государства. Это есть какое-то образование, как вот, я даже сейчас не в плане, там, как говорится, ну, скажем, это по-подхалимниче, да, а просто так скажу, что вот Владимир Владимирович, он правильно сказал, это просто образование, которое, вот, вот держит для антироссии. То есть, вот это вот, их, на этом их субъектности ограничивается. Здесь нужно понимать, что у нас есть движение только вперед. Вы знаете, я вам хочу сказать, да, я прекрасно понимаю, там, что не все у нас хорошо в республике. Я, ну, слышу, что люди говорят нам где-то в очередях, или что-то это, потому что сам я хожу по этим магазинам. Я понимаю, что у депутатского корпуса, у людей там, ну, депутаты вообще у нас приняты, я вам хочу сказать, про фене, даже за то, к чему они там не причастны, как говорится. Хотя я не буду говорить, что они там такие все классные, но такая тенденция тоже есть, как говорится. Вот. Я это все прекрасно понимаю, но у меня внутренне уверенность, что все-таки все будет хорошо. Да, вот мы с вами разговаривали перед нашей записью, да, там, когда же, да, я не знаю, когда мы, точно, я не могу сказать, что мы там 1 октября, там, такого довода, там, выйдем на наши государственные границы, которые у нас в Конституции прописаны, в законе границы, я имею в виду бывшую Донецкую область. Но я прекрасно понимаю, что то, что мы туда выйдем, это не остановит все другое, потому что те процессы, в которых мы сейчас завязаны, я имею в виду Донецкую, Луганскую, Народную Республику, это значительно более просторные процессы. Мы выйдем дальше, что делать с Украиной, как говорится. А это очень тяжелый вопрос, но мы же не будем там жить, это сейчас мы не столкнулись с теми проблемами, но мы же не будем там потом жить вместе там 50 лет, как Палестина и Израиль. Это тоже не вариант, я считаю, это тоже не выход. Есть ряд вопросов, который нужно решать глобально. Я сейчас, может быть, скажу о глобальных вещах, но у меня такая внутри теория. Сейчас мир меняется, очень много меняется раскладов, и много всего. И вот здесь тоже, и фактически происходит, ну, борьба, я считаю, добра со злом. Вот. И все вот эти вот вопросы, они будут окончательно решены, когда произойдет вот эта вот борьба и дойдет до своего логического завершения. Я, кстати, уверен, что добро победить. Я имею в виду Россия, русский мир, потому что на самом деле очень много вопросов, которые не заканчиваются, к сожалению, вот здесь, Донецкая и Луганская Народная Республика. По факту показывают, что даже Украина не заканчивается. Мы видим события, которые и в Афганистане происходят, и в Сирии, и в Армении. Я считаю, что это комплексный вопрос. Они, если должны решаться, то они должны решаться все вместе. По-другому не получится. И мы должны это понимать, что вот эта вот борьба, которая здесь происходит, она не закончится, если мы возьмем Мариуполь. И она не закончится, если мы возьмем Краматорск или еще какой-то город. Она будет продолжаться. И, вы знаете, я вам хочу сказать, сегодня наша задача, я считаю, Донецкой Народной Республики, это наработать кадры, наработать экономикой. Потому что, ну, тебе приведу простой пример. Вспомните Дебальцево. Ну, там же вся республика работала. И гуманитарные конвои все подавзяли Дебальцево. Это надо город восстановить, это надо наладить инфраструктуру, это надо сформировать органы власти, органы инфраструктурные, я имею в виду ЖКХ. И очень многие, многие, многие вопросы. Так Дебальцево, это не самый большой городок. Это, ну, далеко не самый. А если мы возьмем Мариуполь, по тем временам, 500 тысяч Мариуполь, мы считаем, что к этому должны быть готовы. По многим вопросам, я считаю, что здесь важна не только война, скажем так, физическая, я вообще не специалист, никакой, будем говорить, откровенно. Но я считаю, что очень важна война за умы, за умы. Потому что, если мы не найдем пути переломить умы, то, что произошло на Украине, то воюй, не воюй, ничего нормального не добьешься. Вот это самое страшное. А я хочу сказать, что я считаю, что на Украине, к сожалению, в этом вопросе далеко продвинулось. Потому что, если посмотреть на многих людей, которые там живут, особенно на молодое поколение, я могу сейчас скажу стандартную фразу, кто наскачет, то и москаль, как они там говорят. Но они же делают, многие, если посмотреть, те же виды, все не из-под палки. Мы должны это понимать. Да, там есть люди, которые притесняются, но они выбрали, что самое печальное, они выбрали молодежь. Молодежь, которая вакуумная, которая промыты мозги всякими тиктоками, всякими там, шоу, еще чем-то. И они на этом работают. А если мы смотрим на перспективу, не наше поколение уже будет решать, как говорится, дальнейшую жизнь. Хотим мы это признать или нет, возраст у нас уже как-то не тот. Но молодое поколение, а если мы с этим не справимся, до чего вообще, как бы, война жертвы, если мы упустим этот момент? Мы не имеем права его упускать. Мы его не умеем, не имеем права упускать. Не у себя в республике имеют воспитание детей. И нам еще нужно будет думать, что делать там. С их, даже, скажем так, невоспитанием, а еще хуже перевоспитанием. Потому что это надо будет показать человеку, что вот не вот этот герой, он упал, который там, как у нас вот шахта, 4-4-биста, людей в шух сбрасывали. Там же, кстати, улоновцы были. Там, кстати, помимо немцев, очень хорошо натворили. Здесь в чем особенность, Донбасса, здесь и немцы понимали эту проблему упускую. Здесь очень много было, кстати, карателей и западной Украины. Я это не призываю к там разделению, но просто отображаю, что это, что у него будет. Завтра нам надо будет объяснять, там, на Украине, что не этот герой, а вот он, герой, я не знаю, положенца, который выжил в этом шурсе и потом, будучи там, стрелком на бомбардировщике, дошел до Берлина. В этой идеологической теме вот мелочей нет. Вот эти мелочи, они потом вырастают в очень большие, как показывает наш трагический опыт, в трагические вещи. Несмотря ни на какие сложности на нашем пути, я считаю, что мы победим, потому что иной вариант не должен рассматриваться, иначе мы перестаем существовать не только как, в общем-то, русская цивилизация, а как и сообщество каких-то отдельных индивидуумов. Поэтому мы победим. Однозначно, и самое главное, мы должны переломить ту ситуацию, где русские бьются против русских. Ведь Украина, это русская земля. И даже не в том плане, что там и по истории, и по географии. Знаете, я вот столкнулся, когда осваивали Сибирь, Дальний Восток, вот там казаки писали письма, там скажем, так отчеты царю. Так там та земля тоже называлась как Украина. Там Уральская, Сибирская, Украина. И так это. То есть, ну, на самом деле, Украина это без всякого русская земля и русские люди. Вот самое печальное, то, что по большому счету это гражданская война между русскими и русскими. Потому что когда-то мы проиграли идеологическую войну. Вот что самое. Сейчас это надо переломить и желательно в будущем не допустить.